Фашизм не пойдет! Фашизм не пойдет! Субтитры создавал DimaTorzok Фашизм не пойдет! Почему в Харьков не поехал? Граждане, отражаю свободы и порядок. Есть молодая, сильная форосль, которая воспитывалась в духовных традициях нашего края. Не переживайте, не нервничайте. Мы готовы стать на защиту закона и порядка нашего народа. Никто не должен сеять панику, ужас и кошмар. Все нормально. Мы готовы стать на защиту своих конституционных прав. И никто нам... А мы что будем делать? Мы готовы стать на защиту своих конституционных прав. Пусть он ответит конкретно нам. Какие меры принимаются в городе для защиты Мерсида? Что он планирует? Каким образом он планирует? Нормально же сидеть, чтобы с города соблюдать, а не прятаться, не рассказывать. Мы приехали в Харьков, но и... А хуй у него праздник, а когда... А ну-ка, души еще столько же! Потому что Саша власть, государство, которое им право дошло, гарантировало безопасность. Бандиты по стране ездят, убивают. Не знаю, мне нечем фашистам. Заразит с вами. Заразите, вы не будете принимать... Информацию подаваться, не надо вот это искажать информацию. Теперь уже Аваков, и будет наша милиция нас бежать. Какую у нее милицию? Я надеюсь, милиция нас не будет граждать. Вообще никто это праздник. Бить, молчи, молчи. Собежаем спокойствие. Во-первых, выработайте стратегию того, чего вы хотите. И просто мы не должны выдвигать требования только под воздействием дня. Это должны быть требования, которые дадут возможность для развития и будущности наших детей и внуков. Не нужно требовать то, что нам сбрендит в голову. Мы должны выработать стратегию, тактику, понимание того, чего мы хотим. А просто хаотичные вопли, которые ни к чему не приводят, нам сейчас не нужны. Так действуйте, действуйте. Мы действуем спокойно, вдумчиво. Есть молодежь, которая воспитанная, культурная, с пониманием относится к тому, что происходит. И не останется в стороне. И не будет безразлично взирать на собственный народ. Никто никого не оставит. Мы все должны сейчас прийти к пониманию, что никакой мэр, шпэр, пэр нам здесь не нужен. Мы нужны сами себе, друг к другу. Мы должны организовываться самостоятельно, втумчиво и спокойно. И все должно быть. Понимание народа. Так давайте введите, говорите еще раз. Мы его выбрали, вот я к людям. Почему в Харьков не поехал? Мой опыт, что поддерживает нацистов, это безобразие. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Давайте послушаем. Давайте шумейте. Послушаем, люди. Первое. 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 Еще раз. Еще раз. Говорите без этого. А ладно, я без этого. Я так скажу. Тихо, тихо. Вы не шумейте, все будет нормально. Первое. Самое дорогое у человека, это жизнь. Здесь стоят женщины. Здесь стоят матери. Здесь стоят люди, которые понимают, что такое жизнь. Подождите, ребята, ну я все. Ну подождите, ну дослушайте. Ну уж имейте терпение какое-то, дослушайте, да? И Беркут. И те, которые стояли против Беркута, это все люди. И сегодня кто-то, тот играет людьми, тот, кто играет людьми, играет человеческими жизнями. И человек, который передвигает шашки на столе, он не несет ответственности за то, что он передвигает. Да мы понимаем это. Вы сами понимаем. Пожалуйста, не раздавайте. Пожалуйста, не раздавайте. Да подожди, ну не шаги. Ну вы можете дослушать или нет? Да давайте послушайте. Я не понимаю. А вы что хотите вообще? Мы же вас советом, Величевскому совету. Отходите. Мы хотим спокойствие в семье. Спокойно, выражаем мнение спокойно. Тихо, тихо, тихо. Значит, я вам еще раз говорю. Сегодня можно кричать, требовать, говорить. Сегодня можно провоцировать. Почему сегодня я сейчас здесь, а не в Киеве? Я хочу одного. Говорю тебе откровенно. Чтобы кровь вот здесь не лилась. Потому что здесь они не будут, а будут с такими подголбами. Я еще раз говорю. Сегодня, слава богу, у нас в городе спокойно, нормально и не надо провоцировать. И в городе спокойно, не надо провоцировать. Оставляют эти кемицкие кормы, а удаляют нормальных людей, которые живут. Все в кухне. Вот такие сумки с киевского пользования, вот такие втроем несут. Железо. Сумка. Вчера я вижу своими глазами, включай с Киев. Они же туда не с палками придут. Вы мне скажите, сегодня, подожди, подожди. Сегодня в городе есть националисты? Да, 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 да. Я не буду на тебя с правами, а не в городе. Нет, этим заниматься, чтобы не встать. Я еще раз говорю, что там, подожди. Подождите, дешевые. Я еще раз вам говорю. Сегодня, самое главное, выдохните все. Сегодня экстремизма в городе Мариуполе нет. А будет ночью, а ночью будет. И ночью не будет. А если будет, то... А это не наши ногти, что жерток ходят. В городе некому защищать. Уважаемые, есть милиция, есть общественные организации. Уважаемые Мариупольцы. Уважаемые Мариупольцы. Я просто переживаю со своей семьей. Уважаемые Мариупольцы. Я депутат городского совета Денис Виталий Геннадьевич. Только что состоялся разговор с Юрием Юрьевичем Хатлубеевым. Значит, данный вопрос выносится на ближайшую сессию, которая будет не очередная. Подождите, ну, дайте сказать, все памятники берутся под круг за суточную охрану милиции. Значит, экстремизма Хатлубеев пообещал, что у нас не будет, и он не допустит. Объясните, почему поехали в Харьков. Подождите, сейчас, сейчас, давайте еще раз, давайте еще раз, давайте еще раз, сегодня мы провели встречу, сегодня вы обсудили ситуацию, ну, подождите, сегодня обсудили ситуацию, выработали программу, как защищать, что защищать, где защищать. Ситуация понятна, сегодня явно, в моментах, которые вы требовали сейчас, собрать людей, идти куда-то, что-то делать, их нет, и не нужно их нагнетать на ровном месте, я вас убедительно прошу, не провоцируйте. Поехали, надо же раздражать, за семью, за семью идет, никто не заедет, я вас убедительно, мы не в записи, ехать, не забывайте, я вас убедительно. И тут, уважаемые, тут действительно есть проблема, и проблема я вам скажу, эти люди, они воспитаны у нас, это наши люди, я вчера был на вече у них, это наши ультра, это наши, поэтому, нет, были наши, поэтому мы должны тут и в городе работать с ними, понимаете, эти люди по 15 лет, понимаете, а с ними никто не работает, абсолютно верно. Фашист не пройдет, вы уверены? И я уверен, что фашист не пройдет. Нам Мариуполь нужен, нам Мариуполь нужен. У памятника Ленина, вот вы сейчас пришли оттуда, нет ни одного человека. А я им сказал, что даже человек с Ангелом должен заниматься, они куда-то лезут. Смотрите, давайте 2 секунды, для чего мы здесь собрались? Мэра хотим услышать! Сейчас услышите, мэра, все, тихо, спокойно. Значит, послушайте меня. Ситуация в Киеве и Украине, она действительно очень непроста. Вы это прекрасно понимаете. Я, чтобы я сейчас вам не рассказывал, ну ты... Пожалуйста, не перебивайте! Я поэтому убедительно вас прошу, давайте мы все эмоции свои сдержим. Я прекрасно понимаю, что у каждого кипит, у каждого накипело. Я понимаю, что есть необъективность средств массовой информации. О том, что они дают абсолютно не то, что происходит. Некоторые каналы вызывают раздражение, подождите. Некоторые каналы вызывают раздражение. Я прекрасно понимаю, что у каждого из вас уже накипело, есть какая-то боль, есть какая-то горечь. Есть вещи, которые мы видим, мы их понимаем или не понимаем. Молодец! 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 Есть вещи, которые... Давайте уже цивилизованно договорим, потом Юрий Юрьевич. Значит, есть вещи, которые мы понимаем, есть вещи, которых мы не понимаем. Это уже понятно. Но я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. В такой ситуации любые шаги резкие, вот как только начали чуть-чуть договариваться, вы поймите, вот смотрите, что произошло, да? Полилась кровь. И ворот произошел! Подождите! Подождите! Подождите, Шевчина, ну послушайте! Когда только возникла эта ситуация, когда только подписали соглашения европейские представители России, оппозиция, подписали соглашения экстремисты, которым не выгодно было это, кому-то нужно было это. Потому что те же снайпера, которые сидели на крышах, мы же прекрасно знаем, что они стреляли и туда, и туда. Возьмите, полистайте историю, вы уже прекрасно понимаете, для чего мы сейчас пытаемся подогреть той категории, которая защищается? Защищаться! 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 Сейчас вопрос не вверх! Минутку! Раз так вопрос пошел, я отвечаю. На сессии городской совет, мы поддержали ту договоренность, которая была между президентами Украины и России. Это от 17 декабря был договор. И мы приняли решение на сессии о том, что движение в сторону Евросоюза должно быть взвешенным с учетом интересов Украины. И что мы стоим за партнерские, братские отношения с Россией. То, что было провозглашено на встрече президенту, где были снижены на одну треть цены на газ и где было обещано Украине 15 миллиардов долларов стабилизационных кредитов. Хотя в России и в самой Генеях там нет. То есть в данной ситуации мы опирались на договор президентов. Потом мы еще проводили сессии. Минутку, не торопитесь. То есть в данной ситуации какая задача стоит перед Мариуполем? Мы должны обеспечить стабильность и порядок в городе. Мы рабочий город. И в данной ситуации тут политизации никакой нет. Люди каждый день ходят на работу и зарабатывают не только себе, но и минутку. Они зарабатывают в городе. Все бюджетники. Учителя, врачи. Все, как говорится, содержатся за счет того, что зарабатывают в Мариуполе. И не только это. Мы содержим и область, и больше того, мы перечисляем постоянно деньги в Западную Украину. Потому что... Потому что... Минутку. Потому что там... Там всего зарабатывают где-то... Это больше перечислять. Попробуйте! Попробуйте! Тише, тише, пожалуйста. То есть в данной ситуации город Мариуполь, как мощный промышленный центр, а это одна треть всей области и где-то 8% всего, что производится в Украине. Мы мощный промышленный центр. И, по сути, на таких городах, как Мариуполь, держится стабильность хоть какая-то в Украине. Если там идет раздрай, если там в Верховной... А вы зачем? Хорошо! Минутку! Минутку! Попробуйте! Тише, пожалуйста! Поэтому наша задача удержать стабильную, нормальную рабочую обстановку в городе. И это требуют все жители нашего города. Пополз дальше. Тише, пожалуйста. Пополз. Помогите! Пополз. Так дальше. Послушай. Я думаю, что ситуация все же будет каким-то образом выходить в Верховной Раде. В Верховной Раде. Вот с нами... Тише, тише, пожалуйста. Уважаемые друзья, с вами вместе народный депутат. Сергей Анатольевич Матпинков, он защищает интересы нашего города в Верховной Раде. И я хочу передать ему сейчас микрофон, пожалуйста. Так, тихо, 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 не шуметь. Я вас убедительно прошу, мы уже за, вот вы поверьте, за вот эти две недели мы уже столько кричались, нанервничали. Так, девчата, я смотрю вам, как бы, оно с одной стороны вроде бы как и по делу, а с другой стороны вроде как весело, тихо, давайте не шуметься. Послушайте меня, я могу вам, мы за это время столько уже наговорились, я могу вам рассказать, как мы вчера выбирались из Киева. Выбирались по одной простой причине. Почему? Потому что вы вот та волна, ну вы можете мне высказать? Вот та волна гнева, которая есть, чтобы она не пришла вот сюда. Это самое главное. Сегодня вы выразили свою волю, вы вот стоите, вы люди, вы вышли и сказали, фашизм не пройдет. Это видят все. Я еще раз говорю, никто в такой ситуации, как захватывали другие города. Другие города захватывали по принципу. Народ поднимался, от сколь приходил. А впереди шли те орлы, которые били стекла, рубали. Я видел, я был на Киеве, на площади, когда захватывали киевский город Бистров. Я все это видел, как это происходило. Сегодня наши мариупольцы вышли с лозунгами наоборот. Они кричат, фашизм не пройдет. В таких условиях никто сюда не придет бомбить, никто сюда не придет бить. И когда возникла ситуация, я и мне рассказывали, что вот там возникла опасность, тут же жители города пришли, встали и стояли. Я еще раз вам говорю, у нас есть люди подготовленные, есть общественное формирование, есть люди, которые готовы защищать. И милиция за нас, и милиция за нас. Поэтому, но самое главное, я еще раз вам говорю... У нас городская голова говорит о том, что он против фашизма. Мы ему георгиевскую ленточку сейчас повяжем на пуговичку. Пусть это все видят, не знают, а то гуляется. Я прошу, ребята... Откуда? Уважаемые друзья, очень вовремя эта георгиевская ленточка. Сегодня у нас День защитника Отечества. Праздник! Здесь стоят уже жители города Мариуполя, истинные патриоты нашего города. Поэтому давайте договоримся так. Мы, вот Андрей Александрович Федрай, секретарь городского совета, вот с нами вместе, да, и компартия Денис Григорий Иванович Печерычный, мы проведем неочередную сессию городского совета. Обязательно. Мы пригласим вас, старшего, кто тут будет представителей, и вместе мы обсудим ситуацию. Но мы сделаем все, чтобы в нашем городе был порядок, и мы опираться будем на вас. Спасибо вам всем. У нас есть люди, которые готовы защищать наш город, но у нас нет условий тренироваться, потому что нас все забыли. Создайте нам такие условия. В моем регионе у меня есть такие люди. Ребята, сегодня вы показали вот филариусскую ленту, сегодня праздник, 23 февраля. У вас действительно в душе, вы бойцы, вы действительно проявили свой парад. Я вас всех поздравляю с праздником. Давайте мы не будем сейчас, при необходимости, просто сотрясать воздух. Поверьте, есть чем заниматься. Удачи вам, добра, благополучия. С праздником! Фашизм не пройдет! 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 Ну все, друзья, еще раз праздником! Ждем защитника Отечества! Мы умеем, мы победим! Ура! Говори, Юрий, подождите вопрос. Все потом, в субботу. Ну, дарочку внимания. Я хочу сказать, знаете, в чем наша проблема? В чем наша проблема? Не в мэрии нашем, ни в чем, не во власти. Проблема в том, что у нас какой-то непонятный менталитет. Мы не можем собраться, хотя мы не довольны тем, что происходит в Киеве, где гибнут солдаты наши, ни за что. Где происходит беспорядок, где говорят нас, славян, хотят резать. Я не пойму, то есть, эти лозунги, ну, фашистские. Проблема в том, что мы не собираемся, мы ждем до последнего, только когда к нам придут. Ну зачем нам тут война? Если мы выходили каждый день, такими тормами, как они, никакой войны, они даже не то, что они уже не подумали сюда прийти, понимаете? Поздно, но надо собираться, вот что. Каждый из выходных, каждый день надо собираться, записываться в дружины. Мы стоим тут бесплатно, для того, чтобы защищать себя и свои семьи, понимаете? Так а что толку, в Харькове так собирались, что в Харькове? Мало собирались, а что в БНД приехали со всей западной Украины и три месяца сядут? Я понял, и платили, но нас могут убить. Нам этого мало, потому что нас могут убить, я не пойму. Нам что деньги вошли? Почему здоровье организовать? Правильно, нам для этого должен Ковыш каждый сказать своему родственникам, друзьям, что все не так, ну, это не смешно на самом деле. Они нас говорят, ну, я как бы не хочу войны, последний раз, вообще не хочу войны, хочу жить нормально, со своей семьей. Война, абсолютно. Но если они увидят, что тут собираются, борода поднимаются, они не посмеют вообще прийти к нам, поверьте мне. Как было сегодня, нас собралось 500 человек, они разбежались, вообще, мы даже к нему успели подойти поговорить. Мы хотели поговорить, они даже разбежались. Так же самое и тут, поймите? Нам просто надо собираться, не сидеть по домам, и не думать, и не ждать, пока к нам придут. Без младерства, без ничего, просто выхватить. Милиция, она под законом власти, сейчас непонятно, где вообще какая власть.